В 1986 году Александр Лагно служил на аэродроме в Кубинке, где была лаборатория со спецаппаратурой для забора воздуха и дальнейшего его исследования. Сразу же после аварии на Чернобыльской АЭС его экипаж отправился на место катастрофы. Они летали над реактором, производили забор проб воздуха и замер уровня радиации. Пробыли в зоне отчуждения месяц. После этого их сменил другой экипаж. Александру Николаевичу было тогда 37 лет. В 26 числа в 10 утра ориентировался, поступил звонок собрать экипаж, что-то была суббота, собрать экипаж и вылететь в город Киев. К нам подъехал научный работник из Москвы, экипаж собран был, пока собирались, в субботу, а мамы были все. Вылетели в Киев, сели в Жулянах, аэропорту, тоже там сели. Местные власти еще подсели к ним на борт и сказали, что лететь на Чернобыль, на атомную электростанцию. При подлете, где-то было часов 12, около часа, видно, как еще было пламя над реактором этот, который взорвался. Дым туда валил. Ну, подлетели, посмотрели, там все это открыто, туда черная низ яма, крышка эта сбоку там, которой накрыто был сам реактор. Ну, развернулись, круг сделали, посмотрели, опять, значит, летели в Жуляны, высадили группу местных властей, улетели в Кубинку, и через два дня мы выбрали в командировку в город Овруч, там была создана специальная авиационная часть, там были вертолеты, самолеты, и начали работать на реактор. Каждый день, первый полет, у нас две мотогондолы, которые открываются с самолетом, прилетаем над реактором, забираем пробу воздуха, замираем радиацию, это высота 100-150 метров над реактором, и дальше садимся, снимаем фильтры, новые ставим, и продолжаем опять радиусом вокруг реактора 5 километров, 10, опять садимся, выгружаем эти фильтры, снимаем, панно заражаем эти фильтры, делаем 10 километров радиус, забор одно, и 20-30, и опять садимся там, потом в лабораторию, и так каждый день. Ну, жили, естественно, там казармах, там нормальные условия для работы были созданы. От реактора мы жили где-то 25 километров, да, там аэродром Овруч, ну, мы тоже старались, там, по необходимости одевать эти углы, хотя бы не дышать данной пылью, потому что оно было везде, повышенный фон, там мы снимали, над городком, где мы жили, тоже я прилетал, в мире смотрели, какая там радиация, было, конечно, повышено, ну, до предельных, а так, условно, на север, а мы жили, как бы, южнее. Народ жил по деревням, как обычной жизни пока. Удивило то, что еще население там еще было, при нас уже автобусы эвакуировали население, все уезжали эти автобусы, значит, ходили там куры, там утки, поросята все бегло, все это было брошено, потому что срочно была эвакуация, эти автобусы, ну, мы летали вместе, видели все это на глазах, сверху очень видно, удобно, и автобусы назад пригнали, их там оставили, потому что их нельзя было дальше эксплуатировать. Ну, удивило то, что вот так вот все брошено, сами масштабы этого разрушения трактора, там люди работали, там вертолеты летали очень много туда, все сбрасывали, и песок, и цемент, и свинец, все туда вот висели там, я там сделаю свинец, они потом дальше вертолеты там работали. Ну, удивило, что масштабы, в общем, большое это сооружение, которое изъяло черным отверстием вниз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова